Следующий раздел из проекта Москва умный город 2030 раздел экология текущий статус система мониторинга окружающей среди города Москвы является самой большой современной в Российской Федерации включает 60 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха 18 миллионов измерений в год автоматические системы контроля промышленных выбросов на дымовых трубах 35 миллионов измерений в год 5 автоматических станций контроля шума 276 тысяч измерений в год 1300 площадок постоянного наблюдения за состоянием почв 7 тысяч измерений в год 66 створов наблюдений за состоянием поверхностных водных объектов 32 тысяч измерений в год 1 автоматическая станция контроля загрязнения воды 256 тысяч измерений в год система наблюдений за опасными геологическими процессами 543 тысяч измерений в год 1300 площадок постоянного наблюдения за состоянием зеленых насаждений 200 тысяч измерений в год разработаны и готовятся к вводу в эксплуатацию автоматизированная информационная система электронная модель территориальной схемы обращения с отходами предназначена для автоматизации планирования и контроля процессов сбора транспортирования, обработки, утилизации, обезврежения и захоронения отходов а также реализации функций органов государственной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обращения с отходами города Москвы цели улучшение экологической ситуации в городе Москве повышение качества и достоверности оценок состояния окружающей среды улучшение информирования населения за счет применения цифровых технологий обеспечение прозрачности управления предупреждение выявления правонарушения в сфере экологии посредством цифровых технологий популяризации электротранспорта в том числе за счет стимулирования при помощи фиксальных инструментов налоговая политика, прямые дотации а также активное развитие инфраструктуры для экологичного личного и общественного транспорта обеспечение раздельного сбора и эффективной утилизации промышленных и твердых коммунальных отходов повышение эффективности использования природных ресурсов города Москвы адаптации к климатическим изменениям стратегические направления городская платформа экологического мониторинга города Москвы использование единого городского фонда данных экологического мониторинга Москвы технологии больших данных и искусственного интеллекта для контроля, анализа и прогнозирования повышения эффективности и качества работы системы экологического мониторинга за счет оперативного выявления развития негативных процессов с определением источников загрязнения окружающей среды, прогнозов развития экологической обстановки, оперативного выявления сбоев в работе оборудования, предоставление обобщенных результатов измерений заинтересованным лицам, в том числе и жителям города, анализа данных и принятие своевременных мер в случае отклонения экологических показателей от нормы благодаря внедрению элементов искусственного интеллекта. Прогнозирование гидрометеорологических и техногенных процессов с использованием информационно-коммуникационных технологий, предупреждение негативных последствий, информирование москвичей и принятие мер по минимизации последствий, популяризация электротранспорта из сервисов совместного использования, разгрузка дорог и обновление автопарка благодаря развитию интернет-сервисов совместного использования столичного транспорта, каршеринг, сокращение выбросов СО2 благодаря созданию инфраструктуры и популяризации экологически чистого электротранспорта в городе, применение цифровых технологий и робототехники при планировании и построении инфраструктуры раздельного сбора и утилизации промышленных и твердых коммунальных отходов, использование инновационных технологий, автоматической сортировки и экологический способ утилизации, например, урны, встроенные механизмом рисования отходов, пневматическая подача отходов напрямую из мусоропровода, систему очистки, при проектировании и строительстве новых многоквартирных домов, создание многофункциональных сортировочных комплексов и экотехнопарков по обработке, утилизации, обезврежению отходов, потреблении с применением цифровых технологий и робототехники, популяризация и меры стимулирования раздельного сбора. Твердых отходов. Ну, хотят дома строить, прям, чтобы из мусоропровода, мусор по трубопроводам уже поступал прям на пункт переработки, то есть свалку. Круто! И потом опять из него конфетку из этого мусора. Я уже опять в торговлю. Непрерывный цикл. Стратегические проекты. Развитие платформы экологического мониторинга и прогнозирования. Создание инфраструктуры и механизмов поддержки внедрения транспортных средств совместного использования и нулевого выброса. Популяризация автоматизации и роботизации технологий раздельного сбора мусора и использования вторичного сырья. Следующий раздел. Цифровое правительство. В 2030 году Москва должна стать гордым, управляемым данными Data Drive City, где принятие решений происходит на основе автоматической обработки анализа накопленных больших данных. Это потребует обеспечения надежного и эффективного взаимодействия множества городских датчиков, систем, энерго, тепла, газа и водоснабжения, наблюдения за погодой, эко-мониторинга. Будет активно проводиться автоматизация и роботизация городских процессов. В рамках реализации принципа главенца цифровых документов надбумажными все взаимодействие граждан бизнеса и города будет осуществляться в электронной форме. Эффективное и открытое для гражданского общества функционирование органов государственной власти и государственных учреждений в целях исполнения ими основных функций оказания государственных услуг для граждан и бизнеса будет осуществляться в цифровом виде на основе технологий распределенного реестра и смарт-контрактов, внедренных в процессы формирования городского бюджета и расходованию бюджетных средств. Умное городское финансирование, основанное на сквозной цифровизации финансовых данных, позволит существенно повысить подконтрольность и эффективность расходования бюджетных средств, а также сократить или осуществить существенное число транзакционных издержек, занимающих существенную долю в действующей модели городского управления финансами. До сих пор жду 18-го числа, 15-го должны были перечислить деньги государственная структура. Сегодня уже 22-е, говорили 3-5 дней банковский перевод. Но вот сегодня уже 22-е, денег нет. Работы, наверное, много. Цифровое государственное управление представляет собой комплексный набор организованных регулирующих технологических мер, которые включают в себя как цифровые, так и аналоговые элементы. Цифровые элементы, цифровые данные и базы данных, цифровые платформы, цифровое интерактивное взаимодействие, обмен данными и документами. Цифровая идентификация, информационный портал и портал услуг, городские приложения, цифровые каналы взаимодействия, кибербезопасность и конфиденциальность, цифровые и отраслевые решения, аналоговые элементы, законодательство и нормативные документы, управление измерениями. Вовлечение граждан в процессы управления Москвой посредством платформы цифровой демократии, повышение эффективности и прозрачности системы государственного управления города Москвы за счет применения аналитики больших городских данных, искусственного интеллекта и других цифровых технологий, сокращение типовых процедур, выполняемых в рамках административных процессов государственного управления чиновниками и связанных с проверкой и подтверждением документов за счет сквозных автоматических процессов, основанных на технологиях блокчейн и смарт-контрактов, показатели направления цифрового правительства, использование искусственного интеллекта для решения типовых задач управления городом, количество людей, использующих цифровые способы получения государственных услуг в сравнении с традиционными способами. Открытое правительство. Текущий статус. На портале «Наш город» в 2017 году опубликовано 832 тысячи сообщений о нарушении из них, 722 тысячи сообщений призвано 95%, 710 тысяч нарушений установлено 98%, 130 тысяч нарушений по содержанию дворов и дорог автоматически зафиксированы и направлены ответственность за их устранение, количество посещений портала открытых данных data.mos.ru за 2017 год составило более 3,5 миллионов. В 2017 году на портале было опубликовано 75 новых наборов данных и 16 справочников. Количество участников проекта «Активный гражданин» за три года существования достигло почти 2 миллионов человек. Среднее количество голосующих по городским проектам 220 тысяч человек, а максимальное количество голосов в общегородском голосовании состояло 337 тысяч. Стратегические направления. Обеспечение открытости и прозрачность. Это Путин, когда приходил в 2001 году, у него это был лозунг знаменитый. Открытое и прозрачно. Доступ в режиме реального времени к информации о городских решениях и возможностях на портале.mos.ru. Городские приложения на городском портале открытых данных. Полная информация о городской программе капитального ремонта. Сроки проведения работ в конкретном доме. Объем выделенных средств и другие данные. Публикация о открытом доступе городских данных на профильном портале. Автоматизация полного жизненного цикла городских документов. Внедрение технологий блокчейн для обеспечения прозрачно-цифровых транзакций во время отраслей городского хозяйства и хранения результатов голосований, в том числе по вопросам управления домами. Цифровая демократия. Доступность всех инструментов цифровой демократии в режиме реального времени, с любых устройств. Дебаты, голосования, сбор мнений, обсуждение городских проблем, электронные референдумы, обратная связь, краудсоринг проекты, стратегические проекты, реэнджиринг и смартификация процессов оказания услуг, включая технологии искусственного интеллекта, реализация цифрового идентификатора гражданина, цифровой копии, предъективное оказание государственных услуг, создание новых цифровых форм голосования и обсуждения инициатив горожан, город, единый IP для бизнеса, разработка платформы реализации поэтапной адаптации населения к новой цифровой реальности. Реальности.